Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей рубрики РПЛ в Лиге Чемпионов. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск про Дик Пенальти, поэтому перейдите по ссылочке в описании, посмотрите, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет очень приятно. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал, РНТ, ссылочка на него есть в описании под этим роликом, давайте вместе добьем 40 подписчиков, мне будет, ребят, действительно очень важна ваша поддержка. Ну что же, последний выпуск сегодня РПЛ в Лиге Чемпионов за Зенит, шестой тур мы играем, играем против Дорфинской Боруссии, мы уже официально не вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, там можем сейчас еще именно побороться за плей-офф Лиги Европы, но, естественно, отыгрывать мы их уже не будем, займем третье место, пойдет, по крайней мере, лучше, чем в реальной жизни мы сделаем. Ну, следующий будет у нас либо Локомотив, либо Краснодар, поэтому пишите в комментариях, за какую вы хотите дальше видеть команду, наше вот такое вот прохождение. Ну, естественно, мы за обе эти команды отыграем, но сначала все-таки за какую вы бы хотели в первую очередь. Ну что же, Боруссия против Зенита мы играем на выезде, давайте посмотрим на наш состав, кто готов, кто не готов. Ну, как я вижу, здесь не готов ни Борис, ни Аздоев, у обоих из них очень плохая форма, поэтому, ну, а мы выйдем вот таким составом получается. Вот такая вот у нас скамейка запасных, вряд ли кто-то, наверное, из Бориса и Аздоева выйдет, не знаю на самом деле. Тут и у Мусаева какая-то не такая форма на самом деле, поэтому все, вот таким составом мы выходим. Дзюга с капитанской повязкой, Боруссия против Зенита, шестой тур Лиги Чемпионов, поехали. Итак, Сигнел и Дуна Парк, Боруссия против Зенита. Один из самых интереснейших матчей сейчас для меня, мне кажется, потому что с Лацио не так более интересно, мы проиграли вроде как оба матча Брюги, и вот как раз против Грандов, Боруссия и Лацио, мы сыграли 4 матча из 3 в мучею, и вот сейчас будем доиграть 4-й, посмотрим. И все-таки мы пропускаем. Торган Азар на дополнительной, там уже 45-й минуте дополнительное время его забивает, но, кстати, ровно, даже не дополнительно, а именно ровно на 45-й, и мы пропускаем от Гранда. Впервые мы сыграли в ничью 0-0 против Боруссии, против Лацио, но вот против Лацио двух матчевое противостояние было, но Гига Европы даже сейчас от нас улетучивается. И все, минимальное поражение, Зенит у нас оказался, ну, ни разу не победили мы, в общем, трижды побежденная команда оказался Зенит, и трижды мы сыграли в ничью, если не ошибаюсь. Но посмотрите, 12 ударов, 6 в твор. Где была наша защита? Непонятно, Ловран самую худшую оценку получает за матч. Так, что у нас здесь? Брюгге 4-1 проигрывает Лацио, ну, а если мы бы победили, кстати, мы бы все равно бы не нагнали. Вот, у нас бы было 6 очков при победе, у Боруссии 7. Боруссия бы попала в Лигу Европы все равно, так что здесь без шансов практически у нас было. Как-то так. Вот так вот заканчивается для нас Лига чемпионов за Зенит. Там сейчас, да, мы выбыли. Сведения, можно ли сейчас посмотреть, там уже закончился или нет плей-офф. Да, выиграл, кстати, Атлетика в финале против Реала 3-1. Что насчет наших парней? То Месси стал лучшим бомбардиром, а мы не забивали, да, кстати. Поэтому лучшим ассистентом стал Эриксон и Лукас Лейва. Поэтому как-то так. Все, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь до новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok